В сентябре 2016 года Bank of America Merrill Lynch, очень серьезная организация и весьма далекая от увлечения философией, опубликовала неожиданную аналитику для своих клиентов. Согласно аналитической записке банка, вероятность того, что человечество живет в смоделированной компьютерной реальности, довольно высока. Ссылаясь на мнение авторитетных ученых, специалисты банка оценили шансы существования матрицы от 20 до 50%. Действительно, существование матричной реальности в разной степени допускают ученые, философы и известные бизнесмены. Изобретатель и инженер, основатель компании SpaceX, Tesla и Neuralink Илон Маск полагает, что мир вокруг нас виртуален, а мы всего лишь виртуальные существа. Маск также считает, что симуляции, вероятно, управляют не машины, использующие человеческие тела в качестве энергии, как в известной трилогии «Матрицы», а сверхразвитая цивилизация, уровня которой мы, возможно, достигнем через несколько тысяч лет. По мнению миллиардера Маска, которое он озвучил на конференции лидеров IT-индустрии, есть только один шанс на миллиард, что человечество не живет в компьютерной симуляции. Гипотеза инноватора Маска основывается на том, что технология дополненной реальности, продвигаемая в видеоиграх и развлечениях, в какой-то момент достигнет такого уровня, когда человек перестанет отличать симуляцию от реальности. Поэтому и сейчас мы, вполне возможно, не замечаем, что уже находимся в голографическом мире и являемся виртуальными персонажами чьей-то игры. Илон Маск не одинок в своем предположении о том, что мир может находиться внутри суперкомпьютера. Американский астрофизик Нил Деграсс Тайсон считает, что если наш мир смоделирован, то, скорее всего, по принципу восприятия реальности по требованию, поскольку имитировать всю реальность постоянно, нецелесообразно и слишком энергозатратно. Подобным образом миры создаются и в видеоиграх, где визуализируются только те локации, в которых находится игрок в определенный момент времени. Но как только предметы исчезают из поля зрения виртуального героя, они исчезают совсем и за пределами игрового пространства ничего нет. Удивительно, но подобных взглядов многие известные мыслители придерживались задолго до нашего времени. Древнегреческий математик и философ Пифагор считал основной философскую концепцию об иллюзии всего существующего. Реальность формируется исключительно из чисел и их бесконечных комбинаций. Представление о том, что реальность – это иллюзия, вслед за Пифагором выдвигали другие древнегреческие философы Платон и Аристотель, а позднее французский философ Рене Декарт. Положение билизорности реальности также является одним из ключевых во многих религиозно-философских учениях. Концепция иллюзии бытия рассматривается в учениях буддизма и в религиозных течениях индуизма. В 2003 году профессор Оксфордского университета, директор Института будущего человечества Ник Бостром выдвинул гипотезу о том, что наша реальность представляет собой иллюзию, воссозданную компьютерной программой. В своей статье «А не живем ли мы в компьютерной симуляции» Бостром развивает мысль о том, что сознание не зависит от своего биологического носителя, человеческого мозга, но зависит от вычислительных мощностей, их структуры и сложной паутиной взаимосвязи между ними. Это означает, что сознание может быть реализовано и в виде набора электрических импульсов в вычислительной машине. В работе Бострома рассматриваются аргументы о симуляции, созданной высокоразвитой постчеловеческой цивилизации, где смоделированные внутри симуляции люди обладают сознанием. Для них такая модель симуляции будет представляться реальностью. В связи с этим стоит упомянуть мысленный эксперимент «Мозг в Колбе», предложенный в 1981 году профессором Гарвардского университета философом Хиллари Паттнамом. Суть этого эксперимента сводится к тому, чтобы подвергнуть сомнению и истинность ощущений об окружающем мире. В кратком описании эксперимент выглядит так. Человеческий мозг помещают в питательный раствор в Колбе, а нейроны соединяют с мощным компьютером. Человек, которому принадлежит мозг, будет получать нервные импульсы, сгенерированные компьютером. Согласно идее Паттнама, человек не способен будет определить разницу между объективной реальностью и Колбой с симуляцией. Таким образом, обладатель мозга, несмотря на отсутствие тела, будет верить в объективность своих ощущений и в свое существование в окружающем мире. Возвращаясь к статье Ника Бострома, стоит отметить интересную деталь о механизмах поддержки веры жителя симуляции в то, что его искусственный мир является реальным. Бостром считает, что у постчеловеческого симулятора будет достаточно вычислительной мощности для постоянного отслеживания детальных состояний такой веры во всех человеческих мозгах. К примеру, если обитатель виртуального мира собирается провести микроскопические наблюдения, в этом случае симулятор достаточно подробно заполнить симуляцию в соответствующей области по мере необходимости. При возникновении какого-либо сбоя или ошибки, оператор может легко отредактировать состояние любого мозга, который узнал об аномалии, прежде чем он испортит симуляцию. Более того, оператор может вернуть несколько секунд назад и повторить моделирование таким образом, чтобы избежать этой проблемы. Джон Барроу, английский физик-теоретик, профессор математики Кембриджского университета, комментируя гипотезу Бострома, добавляет, что если мы живем в симулированной реальности, мы могли бы ожидать, что будем видеть случайные сбои и небольшие дрейфы в некоторых постоянных величинах и законах природы с течением времени, как, например, с увеличением скорости расширения Вселенной. Ранее существовавшие космологические модели предполагали, что расширение Вселенной замедляется. Но в конце 90-х годов прошлого столетия астрономы к огромному удивлению заметили, что расширение Вселенной не замедляется, а наоборот ускоряется. Причем из расчетов получается одна скорость, а наблюдение демонстрирует другую, увеличенную. В результате была подвергнута сомнению знаменитая постоянная Хаббла, коэффициент, связывающий расстояние до космического объекта вне нашей галактики со скоростью его удаления, который вычислил американский астроном Эдвин Хаббл около ста лет назад. В настоящее время большое количество независимо проведенных измерений продолжает расходиться, показывая все новые результаты. В своей работе Джон Барру также отмечает, что космологическая модель Вселенной содержит множество очевидных и неслучайных совпадений, которые позволяют поддерживать сложные формы жизни в одном единственном месте – Земле. Поэтому разумно было бы предположить, что Вселенная специально разработана для жизни каким-то великим конструктором. Вероятно, этот гипотетический конструктор вполне мог бы с интересом наблюдать, как смоделированная им реальность развивается до уровня сложности, позволяющей ей моделировать собственные реальности более высокого порядка. Что касается визуализации искусственного мира, то, безусловно, симуляторы будут стремиться и избегать сложностей со скрупулезным прописыванием кодов для работы каждого из законов природы в своих мирах. Вместо этого они могут просто накладывать реалистичные эффекты, аналогично тому, как кинокомпания создает фильм, в котором демонстрируется отражение света от воды. Для создания этой сцены глупо было бы использовать законы квантовой электродинамики и квантовой оптики и вычислять рассеяние света. Это потребовало бы колоссальной вычислительной мощности и детализацией. Вместо этого имитация рассеяния света заменяется правдоподобными эффектами, дающими реалистичный результат. Правда, до тех пор, пока не начать в них всматриваться слишком пристально. Если же для создания нашей Вселенной было использовано программирование, то неизбежно возникнут какие-то пробелы или, что еще хуже, ошибки в законах природы. Если говорить о различных феноменах и аномалиях на нашей планете, не имеющих научного объяснения, то гипотетически и эти явления с осторожностью можно отнести к ошибкам программирования. Другой вопрос, что подобные пробелы, если и не мешают бесперебойной работе симуляции в течение длительного периода времени, то способны постепенно накапливаться. В конце концов, последствия таких ошибок будут расти как снежный ком, и реальность может перестать вычисляться. В качестве примера Барро приводит наш генетический код. Если бы он не изменялся, обеспечивая максимальную приспособленность, то человечество было бы обречено из-за накопления ошибок и различных мутаций. Мы же защищены от этого наличием механизма исправления ошибок, который идентифицирует и исправляет ошибки в генетическом кодировании. Большинство сложных компьютерных систем обладают похожим типом внутренних служб, регулярно тестирующих систему на наличие ошибок и исправляющие их. По аналогии с этим, Барро предлагает проверить гипотезу Ника Бострома. Если бы так называемые конструкторы симуляции решили исправить проблемы, то использовали бы компьютерные коды, корректирующие ошибки. Тогда, вполне вероятно, время от времени происходила бы коррекция состояния или законов управляющих симуляцией. В результате в симулированном мире произошли бы внезапные изменения, противоречащие законам природы, которые ученые привыкли наблюдать и предсказывать. Таким образом, Барро приходит к выводу, что если мы живем в моделируемой реальности, мы должны ожидать внезапных сбоев, небольших сдвигов в констант и противоречий в законах природы с течением времени. Эту мысль Барро поддерживает Хуман Ухади, эксперт по вычислительной математике Калифорнийского технологического института. Ухади считает, что для поиска потенциальных багов, парадоксов, создаваемых вычислительными погрешностями симуляции, должны использоваться эксперименты по квантовой физике. Квантовые системы могут существовать в суперпозиции состояний, описываемых волновой функцией, когда, по сути, объект как бы размазан в пространстве и находится во всех местах одновременно. В стандартной квантовой механике акт наблюдения приводит к коллапсу волновой функции. Именно в этот момент объект приобретает одно реальное состояние из множества возможных. Физики расходятся во мнениях относительно того, является ли процесс коллапса чем-то реальным или просто отражает изменение наших знаний о системе. Однако, если предположить, что мы в симуляции, то никакого коллапса не существует, все решается в момент наблюдения. Как в случае со знаменитым двухщелевым экспериментом, когда в зависимости от присутствия наблюдателя фотон может быть либо электромагнитной волной, либо частицей. Поэтому одним из косвенных доказательств виртуальности нашего мира можно считать странное поведение квантовых частиц при измерении. Сторонники гипотезы симуляции проводят параллели между двухщелевым экспериментом и компьютерными играми, в которых мир моделируется с учетом пределов вычислительных возможностей. В игровом мире текстуры прогружаются только в пределах, доступных наблюдателю. Так разработчики экономят ресурсы. В тех локациях, где нет наблюдателя, игровая реальность замирает. Похожим образом, вероятно, могли воспользоваться и конструкторы симуляции, облегчая нагрузку на вычислительные мощности и не просчитывая поведение квантовых частиц до тех пор, пока за ними не начинают наблюдать. Тем не менее, получить убедительные доказательства того, что мы не находимся в симулированном мире, будет крайне сложно, поскольку любое доказательство может быть легко смоделировано самими создателями. Сама идея о существовании человечества в голографической реальности часто подвергается критике со стороны научного сообщества, которое считает ее не более чем интригующей философской концепцией. Среди контраргументов о симуляции называются в том числе и пренебрежение контролем симуляции со стороны ее создателей. Этот довод становится наиболее весомым в свете событий, произошедших в крайне несчастливом для человечества в 2020 году. Череда странных и ужасающих происшествий этого года невольно заставляет задуматься, а не забыли ли о нас гипотетические конструкторы симуляции. Если вам понравилось это видео, пожалуйста, поставьте лайк и подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного. Обращаем ваше внимание, что вы можете поддержать наш проект и пожертвовать небольшую сумму, нажав на кнопку «Спонсировать» под любым из видео канала. Приглашаем вас в нашу группу ВКонтакте и в Инстаграм. Продолжение следует...